Уже скоро в Барнауле начнется капитальный ремонт важнейшего транспортного объекта – моста в районе Нового рынка. Не стоит и говорить о его стратегическом значении для инфраструктуры столицы Алтайского края. Последствия закрытия моста на ремонт, который продлится около двух лет, для горожан и городской экономики даже трудно представить. Скептики говорят о транспортном коллапсе, который ждет Барнаул. Оптимисты, а среди них, конечно же, городские власти, утверждают, да, будут сложности, но катастрофы не произойдет. Что же нас ждет на самом деле? Что предлагает администрация Барнаула, специалисты и эксперты? Об этом и поговорим сегодня. Это программа «Ваша партия» и я, ее ведущий, Артем Кудинов. А на разговор я пригласил сегодня заместителя главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева. Антон Андреевич, здравствуйте, рад вас видеть в студии. И ученого из Алтайского государственного технического университета, кандидата технических наук, специалиста и эксперта в области организации безопасности дорожного движения Сергея Павлова. Сергей Николаевич, спасибо, что пришли, рад вас видеть. Ну и, господа, ко всем вам первый вопрос. Какое все-таки значение для транспортной системы Барнаула, для городской жизни в целом, имеет сегодня вот этот путепровод на Ленинском проспекте в районе нового рынка, так называемый мост? Давайте, наверное, с вас, Антон Андреевич, начнем, а потом Сергей Николаевич тоже подключится. Сразу хотелось бы отметить, везде об этом говорим, что на проспекте Ленина, в районе улицы Пионер, торгового центра Пионер, находятся три путепровода. Через железнодорожную ветку, два из них по проспекту Ленина, это восьми пролетные через основные железнодорожные пути и трех пролетные после улицы Кулагина через пути СППЖТ. И рядом, который задействован как пешеходный путепровод на сегодняшний день, это пяти пролетные. И как раз вопрос стоит в реконструкции двух путепроводов, это восьми и трех пролетных по проспекту Ленина. Отвечаю на вопрос. Речь идет о том путепроводе, по которому проложены трамвайные линии, по которому движется общественный транспорт, который все знают под названием мост возле нового рынка. Совершенно верно. С другими словами. Какое все-таки он значение имеет для городской, транспортной системы для городской жизни? Он вопрос, ответ очень простой. Так, обрисуйте все равно, чтобы понятно было. Важнейшее значение имеет, не секрет, что у нас город Барнул разделен железнодорожной веткой и имеет на самом деле не так уж и много пересечений, да, возможности переехать эту железнодорожную ветку. Это поверхностным путем через путепровод по Калинина, по проспекту Ленина и под железнодорожной веткой по улице Советской армии. Вот основные три артерии, которые ведут в город. Есть еще и лесной тракт, далее стоящий ленточный борт и так далее. Но основные, которые ведут в центры, это вот три направления. Конечно, понимаю, что перекрыв движение в одном из них и, наверное, основном, потому что не секрет, это 25 маршрутов общественного транспорта проходит. Вот в часы пик 5000 единиц всего насчитывается. Вот в ходе разработки схемы как раз специалисты эти подсчеты делали. 5000 единиц транспорта автомобильного, да, или? 5000 единиц в час пик. Суточная составляет порядка 40 тысяч единиц. Ну, то есть, это вот проезд, да, машина, обратно. Поэтому, конечно, это важнейшая такая магистраль для нас. И очень важным является как раз вопрос грамотной организации движения на период перекрытия. Поэтому важно нормальное техническое состояние вот этой магистрали, за которым нужно обязательно следить. Сергей Ильич, что скажете о значении вот этого моста, вот этого путепровода для... Вот, может быть, вы охарактеризуете как специалист в области организации дорожного движения, безопасности дорожного движения, коротко. Ну, естественно, что у нас самое напряженное состояние этих магистралей, это час пик. И в час пик все магистрали, вот эти три основные, которые Антон Андреевич назвал, они работают на пределе своей пропускной способности. И если мы перекрываем одну из них, магистрали важнее, чтобы... То нагрузка, соответственно, увеличивается на все остальные. Да. А их возможности, я так понимаю, наверное, все-таки ограничены, да? Да, то есть они все работают на пределе своих возможностей. Уже сегодня. Уже сегодня. Если бы они не работали на пределе своих возможностей, там бы заторовые ситуации не возникали. Поэтому, когда мы перекрываем одну из этих магистралей, естественно, что возникают существенные проблемы. Ну, я, чтобы так, чтобы людям было понятно, может быть, зрителям, ведь огромные, не просто, так сказать, автомобили движутся, огромные массы людей перемещаются из одной части города в другую, вот как раз используя технические возможности вот этого путепровода, вот этого моста. На работу едут, с работы едут, совершать покупки, какие-то социальные свои проблемы решать, да, на поликлинике, в больнице. То есть, вот... Смотрите, расклад следующий. Вот назвали, что порядка 40 тысяч единиц в сутки, то есть проходит через путепровод. Из них, вот, ориентировочно где-то 20% перевозят общественный транспорт. То есть, 20% из этого числа единиц авто, ну, авто, любого транспорта, это вот как раз общественный транспорт, да? Именно перевозят. По количеству там меньше, там если в час пик у нас 5000 единиц, то общественного транспорта у нас там 200 единиц. То есть, из общего транспортного потока, вот, 20% это... Вот в час пик 200 единиц проходит по... Но, провозная способность общественного транспорта выше, поэтому такая оценочная. Антон Андреевич, ну, значит, а все-таки какая была необходимость вот именно сейчас, именно вот в такое вот достаточно напряженное время и масса всяких других проблем и пандемии, начать приступить к ремонту вот этого моста, что действительно уже ситуация, терпеть дальше некуда. Ну, необходимость возникла гораздо раньше. Надо понимать, что мы в 2014 году еще сделали обследование. Обследование сделали тоже не просто так. То есть, были неоднократные обрушения штукатурных элементов на железнодорожные пути. И, то есть, нам требовалась экспертная оценка мостовиков о том, чтобы понять, какое его состояние. Можно обойтись ремонтом ли? Или сооружение уже настолько изношено? Ну, ему в этом году 60 лет исполняется. 60 лет. 1962 года постройки. И однозначный ответ дали эксперты о том, что он находится в аварийном состоянии. То есть, тянуть дальше нельзя. Совершенно верно. То есть, может в любой момент возникнуть фу-фу-фу-фу. Какая-то, так сказать, серьезная ситуация. Поэтому. Понятно. А какие работы планируется провести? Немножко расскажите о том, что будет происходить вот на этом объекте. И насколько они трудоемки, с какими объективными трудностями связаны. Сколько денег, в конце концов, понадобится. Ну, у нас нельзя забывать, что этот мост проходит над железнодорожными путями. Наверное, приходилось согласовывать и с железной дорогой. Ну, вот с этим и вызвана основная сложность. И сроки производства работы. Так как под железнодорожными путями есть особенный подход. То есть, согласовываются окна. Окна – это то время, в которое можно работать над железнодорожной веткой. Эти окна, конечно, согласовываются с железной дорогой. Причем с Новосибирским их центром управления. И в целом, как бы, время реконструкции путепроводов как раз увязано со сложностью его размещения. Сложностью, связанной с инженерными сетями, которые расположены рядом с путепроводом, под ним. То, что касается работы. Скажу, во-первых, что изменится после реконструкции. То есть, на сегодняшний день у нас там путепровод состоит из двух полос в каждом направлении движения. То есть, четыре полосы и двухнаправленное трамвайное полотно. После реконструкции путепровод будет доведен до ширины проспекта Ленина. Именно три полосы будет в каждом направлении. То есть, мост станет шире? Конечно. А так это появится вообще-то новый мост. Тут даже не о ремонте говорить, наверное, нужно. А вообще будет новый объект появится. С точки зрения подходов, это реконструкция. Но, по сути своей, существующий путепровод полностью до нуля разбирается и выстраивается уже новый путепровод. То есть, те конструкции будут демонтироваться и укладываться, так сказать, новое строительство. Полная разборка и полное строительство путепровода. Восьмипролетный путепровод станет трехпролетным, трехпролетный станет однопролетным. То есть, в дальнейшем это облегчит его эксплуатацию, в том числе средства на содержание. Но то, что касается финансирования, вот в ценах 2017 года, проект еще тогда был разработан, два путепровода у нас сметная стоимость реконструкции составляла миллиард сто миллионов. На сегодняшний день оценочная стоимость миллиард девятьсот, ну чуть менее миллиарда девятьсот. На сегодняшний день завершается повторная экспертиза государственная, после чего мы получим сметную стоимость. Откуда, из каких источников эти деньги? Это федеральные средства. У городского бюджета-то точно, наверное, таких денег нет. Это как раз немаловажный вопрос. А почему именно сейчас? С 2017 года мы искали источники реализации объекта. Ни в федеральном бюджете в рамках безопасно-качественных дорог нам не хватало средств, потому что есть определенная необходимость по приведению нормативное состояние протяженности дорог. Естественно, бюджет города такие средства не потянут. Ну не потянут его, наверное. И вот в ходе различных поисков источников, вот как раз новая, вот эта федеральная возможность, инфраструктурные бюджетные кредиты, которые предоставляются субъектам, вот в рамках этого инфраструктурного кредита как раз были предусмотрены нам эти средства, была конкурсная основа, и Путепровод вышел победителем, можно сказать. Антон, эти деньги уже есть фактически? Или при осуществлении этого проекта планируется получать частями как-то? То есть не получится так, что начнем строить, а потом деньги закончатся? Да нет, лимиты доведены, конечно, они уже в нашем распоряжении, завершая... То есть в этом отношении можно быть спокойным. Финансирование полностью закрываем, все потребности этого проекта. Были ли вообще какие-то альтернативы, альтернативное, может быть, предложение по закрытию моста, чтобы обойтись как-то без этого, так сказать, это такая, ну, очень неприятная хирургическая операция, закрыть вот такой, может быть, какие-то варианты, вот я читаю, ну, у нас каждый суслик-агроном, все разбираются, так сказать, в соцсетях, ну, там были всякие разные предложения, посмотрите, у китайцев, там строят какой-то параллельный, потом его как-то надвигают там, ну, в общем, и так далее. Ну, вот технические решения были без закрытия. Вот сейчас одни из самых популярных предложений, получаем в комитет, мы же выставили нашу схему на обсуждение, направили адрес электронной почты, куда надо направлять, вот порядка 20 поступило, на самом деле не так много, мы ожидали большего наплыва обращений. Но вот именно обращение поступает такого рода, два самых популярных, это построите рядом новый, потом разбирайте старый поди-провод, да, и, а может быть, пополосно его разобрать, оставить, может быть, реверсивное движение. Так вот, с точки зрения технико-экономических подходов, вот на этапе проектирования как раз рассматриваются все возможные варианты. Вот один из вариантов полосного разбора пути-провода, да, и возведения частично, потом возведения, в принципе, эта практика применяется. Но, учитывая состояние пути-провода, учитывая увеличение временных вот этих сроков на производство работ, да, самый быстрый и эффективный способ это разобрать аварийный путепровод и возвести новый. Ну, тот вариант, который сейчас является основным, да? Ну, и звучит два года, но надо, как бы, справедливости ради отметить, что это год и шесть месяцев, потому что... Извините, я просто так на скидку, то есть хорошо, что вы уточнили, что полтора года фактически, и возможно даже сокращение этих сроков, да? Ну, по сути, мы планируем завершить работы до 1 декабря следующего года. То есть начать в мае этого года, да? Начать в середине мая. В середине мая, и завершить в декабре 2023 года, да? Совершенно верно. Сергей Ильич, ну, вас вы немножко заскучали, я смотрю. По вашим оценкам, вы, кстати, сразу оговорюсь, вы по заказу администрации города, да, занимались разработкой схемы организации движения автомобильного, общественного транспорта, там, всех прочих остальных транспортных потоков в условиях закрытия вот этого путепровода. И эту схему разработали и представили в администрацию города, да? Расскажите, что вы предлагаете, вот, как будет организовано движение автомобильного транспорта, не только автомобильного, вообще транспорта в Барнауле, вот, на тот период, когда мост будет закрыт, на ремонт. Ну, до сих пор схема, скажем так, она не окончательная. Теперь ваш взрыв на час, говорите вы, мы вас будем слушать. Что еще, ждем предложения общественности, что, может быть, какая-то идея поступит, которую мы не увидели на этапе разработки, что, может быть, она будет доработана. Но мы исходили из предположения, что... Вот давайте прямо отдельно. Вот, значит, автомобильный транспорт, не общественный, вот просто автомобильный транспорт. Как будет организовано движение? Давайте, да, Антон Андреевич, можешь поправить. Может, я неправильно сформулировал, давай. Все правильно формулируйте, но что закладывалось в основу разработки схемы? Самое главное, понимая, что вывести личным транспортом мы не сможем, да, жителей, самое важное было приоритет отдать общественному транспорту и пересадить пользователя личного транспорта на общественную. На тот период, не на всю жизнь, конечно, ты не подумаешь. Может быть, и на всю жизнь, если... Если понравится. Если придем к этому, это вообще наша перспектива развития, чтобы люди пересаживались все-таки на общественные транспорты. Ну, хотя бы в центре города. Или вообще, да? В черте города, в городской черте. Ну, вот исходя из этих принципов, Сергей Николаевич сейчас расскажет... Сергей Николаевич, давайте, все, не будем больше у вас. Расскажите поподробнее. Что касается личного транспорта, то основной артерии, конечно, которая вывезет, наверное, 70%, перераспределится поток, это проспект Калинина. И оставшиеся 30% могут перераспределиться на Павловский тракт, может быть, там, шоссе-ленточный бор и так далее. Что касается... С этим, ну, вроде понятно. Мы сейчас не говорим о том, что будет там с Калининским, это понятно, что будут проблемы. Но вот предлагается вот такая схема с общественным транспортом. В первую очередь трамвай. Остальное можно перенаправить. А что с трамваем-то будет? Ну, трамваи у нас будут закрыты, естественно, путепровод, так как разобраны трамвайные пути будут. Также будет закрытая ветка на поселок Восточный. Ну, это номер 4 трамвай. Да, и 3. Четвертый. И третий. И третий, да? И закрытая от северо-западной до путепровода. Ну, первый и седьмой трамвай, так сказать, они, получается, будут разорваны. То есть движение. Там что будет? Кольцо какое-то. Движение же единицы и семерки трамваев не прекратится, я так понимаю? Не прекратится. Будет организовано кольцо. То есть что это будет представить? В районе нового рынка будет что там? Разворот, что ли? Разворотное кольцо, да. Построено, да? Разворотное трамвайное кольцо, временное, которое будет обустроиться. Более того, сейчас, исходя из тех предложений, которые мы получаем, рассматриваем возможность обустройства разворотного кольца в районе Дома Быта. То есть с обратной стороны. Но вообще простая задача. То есть два кольца будут? Простая задача, учитывая, что ГЭТ мы не можем развернуть по Калинина, наша задача сохранить пассажиропоток и дать возможность пассажиру все-таки пользоваться городским электрическим транспортом. И у нас появляется некий присадочный узел. По сути, это будет пешеходная связь от Дома Быта до Пионеров. А как они? Под мостом, что ли, переходить? По петипролетному путепроводу, через улицу Кулагина, далее будет спуск, обустроенный в тротуаре, и далее через вот как раз вот эту СППЖТ-шную железнодорожную ветку, то есть она там идет в одном направлении. То есть придется все равно обходить, идти вдоль вот этой выемки, потом через мост переходить и потом снова возвращаться вот в район нового рынка туда. Верно. Вот натурное обследование, то есть выходили люди и медленным шагом проходили этот путь, он занял порядка 10 минут. И вот для того, чтобы человек мог воспользоваться беспрепятственно этим и не нести дополнительные затраты, планируется введение присадочного тарифа как раз на городском электрическом транспорте. Для того, чтобы он мог с троллейбуса, либо с трамвая, если наша задумка по кольцу на Доме Быта удастся, спокойно перейти и пересесть на... То есть билеты, если ты вышел на конечное там, с этим билетом переходишь по мосту и садишься снова, то есть он как бы действует или что? Ну с транспортной картой, те, кто пользуются нашей транспортной картой. То есть наши пенсионеры. С троллейбусами, автобусами, Сергей Николаевич, что будет? Для автобусов и маршрутных такси мы планируем введение выделенных полос. То есть по Калинино, там по тому мосту, да, пойдут весь транспорт, который шел вот по... Да, они пойдут по Калинино, со стороны, словно говоря, жилой части города, которая в районе северо-западной. Общественный транспорт пойдет до улицы Аносова. На улицу Аносова в сторону центра он будет поворачивать. И по улице Аносова мы планируем в одну сторону введение выделенной полосы. Именно в сторону от проспекта Ленина до проспекта Калинина. От улицы Аносова до улицы Кулагина также в сторону центра планируется введение выделенной полосы. То есть появится выделенная полоса специально для общественного транспорта, где движение другого транспорта будет запрещено и ограничено. Я бы даже назвал система выделенных полос, потому что у нас будут задействованы проспект Ленина, проспект Калинина и проспект строителей. В том числе рассматривается вот в эту систему. Что все-таки с пробками? Прогнозируются ли пробки и затруднения движения общественного и частного автомобильного транспорта? И каким образом вы будете контролировать ситуацию с заторами? У нас, кстати, разработана же информационная транспортная система. Ростелеком там, по-моему, работал. Вот как-то она к тому времени будет уже задействована, чтобы оперативно реагировать на все эти вещи? Или как? Вот та система, которую вы сказали, наши коллеги с Минтранса, которые занимаются, она еще подлежит только внедрению. И здесь как раз и в ходе разработки изучались различные ситуации, в том числе необходимость введения корректировки светофорных объектов. Где-то постоянно левый поворот, чтобы горел. Понятно, что где-то на перекресток будет увеличено время горения зеленого сигнала светофора. И пробки будут. Ну, надо к этому готовиться, надо это признать. Они сегодня есть вообще-то. Они будут, сложности будут. Просто их будет больше, наверное. Если больше людей пересядет на общественный транспорт, станет меньше личного транспорта на улице. Вы на это серьезно рассчитываете, что вот автомобилист, вот он ездил 40 лет, 20 лет на автомобиле и пересядет в автобус? Это же, по-моему, чисто психологически сложно. Это может быть сложно, но это построено на опыте других городов. Если у нас будет общественный транспорт, ехать по выделенным полосам, без задержек, а личный транспорт состоит в пробке, доплюнет человек и пересядет на автобус и спокойно поедет. Что-то добавит, Сергей Николаевич? Да, условно говоря, у человека два ресурса, которым он распоряжается. Это деньги и время. Естественно, если этот ресурс на личном транспорте будет существенно теряться, и либо он доезжает на общественном транспорте за 30 минут, а на личном транспорте два часа будет ехать, условно, то, естественно, человек уже задумывается. Может быть, стоит пожертвовать комфортом? Антон Андреевич, просчитывались ли последствия, к которым закрытие моста может привести для работы всех сфер экономики, может быть, города, социальные службы, поликлиники, торговля, какие-то социальные службы и так далее. Ведь та же скорая, например, или там, ну я не знаю. Вот как-то вы с этими ведомствами увязываете как-то все вот эти вопросы ремонта? Вот просчитать экономические последствия, условно, прямые экономические последствия от перекрытия путепровода, ну нет, сложно, и задача стоит в другом. Задача стоит донести до каждого, ну, может быть, до каждого жителя даже, я уже не говорю, до руководителя предприятий, все-таки информация о том, что путепровод будет перекрыт, и как будет организована схема. Что в этой части сделано? Да, мы провели ряд совещаний и с привлечением служб МЧС, с привлечением служб медицинской скорой помощи. ГИБДД у нас обязательный участник рабочей схемы. Ночевать, по-моему, должны там, мы постоянно с ними в связке должны работать. Ну, мы в тесном контакте, на самом деле, и им большое спасибо, они помогают. Их ресурс также будет задействован на особо сложных перекрестках для того, чтобы, если что, регулировать вот в оперативном режиме. И вот на прошлой неделе проходило совещание с руководителями крупнейших предприятий промышленных, которые в зону попадают перекрытие путепровода, на ком может сказаться эта работа. И мы, на самом деле, получили хороший обратный отклик. То есть, всех в основном интересует, а как будет организовано движение, и как, может быть, скорректировать свою работу, своего предприятия, для того, чтобы минимизировать те последствия, которые есть. По сути, вот эта задача у нас стоит перед нами. И такие сессии и совещания до 20 февраля, с максимальным вовлечением руководителей предприятий, это не только промышленные предприятия, это торговые, складские предприятия, то есть, все, кто задействованы в экономике города, все должны понимать, что мы с этим столкнемся, будет организовано вот так и вот так, где-то посмотреть, и, может быть, необходимо скорректировать графики поставки материалов, перейти в ночное время и так далее. То есть, вот эти нюансы, которые нам, как бы, необходимо донести до руководителей. Мне кажется, очень здорово, что вот такое широкое информирование и обсуждение, но информирование, оно еще предстоит, и работа только в начале пути, наверное, будете разъяснять, доводить, публиковать какие-то материалы, схемы, над которой вот Сергей Николаевич с коллегами работал. То есть, ну, в принципе, то, что вы обсуждаете и с бизнесом, и с общественностью, вот, то есть, это, мне кажется, здорово. Так, какова, Сергей Николаевич, судьба вот этой схемы, над которой сейчас работа идет, вам предложения поступают, вы их учитываете, что-то включаете, может быть, над чем-то работаете и так далее. Эта схема, что, вы ее уже отдали в окончательном виде в администрацию города, или она еще в таком подвешенном рабочем состоянии находится? Ну, как бы, принципиальная схема разработана, как только все, скажем, нюансы предложения общественности, предложения промышленников, может быть, еще работаемые с администрацией города, как полностью наступит понимание, мы будем уже более детально, то есть, каждый знак, там, допустим, устанавливать разметку детально наносим. То есть, это такой рамочный документ, вот вы, а потом уже начнется конкретная, практическая, детальная работа вот по всем элементам вот этой схемы, да? Что-то хотел? Важно отметить, да, то, что, ну, просто так условно сказать, что, ну, вот поедет поток по Калинина, да, не поедет, это же, ну, это не самое, там, на самая кропотливая работа в схеме, это как раз расстановка средств организации дорожного движения. Знаки, разметка, светофорное регулирование, то есть, там многое изменится. Все пересмотреть придется, пешеходные переходы где-то, что-то перенести. Разумеется, запрет парковок, то есть, с этим тоже придется столкнуться. И вот сейчас схема у нас на обсуждение, она размещена на сайте города, с ней можно ознакомиться и направить все предложения на адрес электронной почты. Мы их все в неделю подводим, потом итоговые соберемся, обсудим со специалистами, и подробный отчет уже выставим в общественности о том, что было принято, и уже разработанную, утвержденную схему, уже на ознакомление всем, как вот конечный документ направим. Но после внедрения, после внедрения, жизнь, возможно, заставит внести какие-то коррективы. Поэтому здесь она гибкая будет. Будем уже ориентироваться, исходя из того, как сложится в целом, и если необходимо, вносить какие-то изменения. Антон Андреевич, коротко, буквально одной фразой напомните телезрителям, когда начнутся работы и когда их планируется завершить. Давайте еще раз повторим, чтобы, как говорится, закрепить. Приступить планируем в середине мая. То есть тогда мост будет закрыт. Ограничить движение на путепроводе в середине мая. И открыть движение в декабре следующего года. Хорошо, понятно. Господа, спасибо. Но я вам честно скажу, вам не позавидую. Потому что столько проблем сейчас на вас свалится, так сказать. Ну и на нас, на всех, наверное, гаража. Ну, надо, наверное, как-то пережить все это время, потому что потом долгие годы, я надеюсь, даже, может быть, десятилетия, будет мост служить верой и правдой. Кто-то должен. Ну, напомню, сегодня мы поговорили о предстоящем ремонте главного городского моста в районе Нового рынка. Будем надеяться, что это событие не вызовет серьезных проблем, хотя, наверное, без них не обойтись. А сам ремонт завершится раньше намеченного срока. Я слышал, что такие обещания звучали. Всего доброго, берегите себя и не будьте пешками в этой жизни. Встретимся через неделю.